Здарова всем, с вами Израэли Гейминг. Благодаря способу заработка в стиме, о котором я рассказывал в предыдущем видосе, многие из вас смогли заработать больше косаря рублей, и это только за неделю. Спасибо, что вы пишете мне, оставляете свои отзывы, молодцы парни. И сегодня у нас новый способ заработка на торговой площадке в стиме на скинах CSGO. Этот заработок, как и все заработки в стиме, о которых я рассказывал до этого, лично проверен на моем опыте. Я этой схемой заработка пользуюсь уже больше года в стиме. Этот способ является одним из самых интересных. И давайте не будем долго рассусоливать, я сразу же про него расскажу. Заработок на флоте CSGO. Для начала, что такое флот? Это поношенность скинов, если кто не знал. И к каждой степени изношенности оружия присвоен свой флот. Начиная от изношенности Battle Scarlet, закаленная в боях. Там максимальный флот равен единице. И соответственно, самый минимальный износ, это Factory New, прямо с завода. Там флот стремится к нулю. Но, естественно, он не может быть равен 100% нулю, потому что это нереально. И единице нереально, чтобы он был равен. Однако, чем ближе к этим позициям, тем, соответственно, менее изношена или более изношена пушка. И как, собственно говоря, нам зарабатывать на этом деле. Наша задача на торговой площадке, соответственно, сделать поиск на скины CSGO. Пускай они будут абсолютно любого качества, но износ у них должен быть минимальный, прямо с завода. Далее же сортируем по цене, чтобы нам было удобно с вами. И такой лайфхак, друзья. Примерно так прикидываем, сколько у нас с вами денег в кошельке Steam. В каком диапазоне мы хотим найти скины. И вбиваем в адресной строке, вот тут где P, страницу, которая нам примерно нужна. То есть там будут скины той стоимости, по которой мы планируем закупать. Ну, точнее, вы планируете закупать. Далее, братцы. Чтобы флот вручную в CSGO не чекать на каждом скине, мы устанавливаем расширение. Если у вас еще оно не установлено, оно очень популярное. Называется Steam Inventory Helper. Оно дает нам огромное количество возможностей, упрощающих заработок в Steam. И для нашей схемы заработка на флоте, оно как никакое другое подходит. Поэтому устанавливаем расширение Steam Inventory Helper. Ссылки на него я оставляю в описании, чтобы удобно было. И все. После установки, друзья, у нас у каждой вещи можно будет сразу же в Steam определять флот скинов. Я знаю, что вы у меня спросите. Из Рейли Гейминг, а какие скины нужно искать именно? У каких именно скинов нужно определять флот? Я вам отвечаю. У любых, но, однако, больше вы сможете заработать и больше будут цениться скины визуально красивые. Яркие, с какими-то классными узорами, популярные. Чтобы у них было не только качество прямо с завода, но еще и минимальная поношенность. Чтобы они красиво смотрелись в игре. Ну и вот на каждой странице жмем получить все флот, сортировать по флот. Потом опять получить все флот. На второй странице сортировать по флот. Если мы нашли скин по минимальной цене, у которого очень маленький флот, заметно кратно отличающийся от других среднестатистических флотов, то мы этот скин покупаем и продать его можно уже гораздо дороже. И достаточно просто на статистику цен любого скина посмотреть, и мы видим, что существуют позиции, которые продаются дороже, чем обычно. Почему? В основном потому, что люди покупают их в связи с низким флотом. Много людей, особенно живущих в Европе, в богатых странах, готовы переплачивать за красоту. За маленькую изношенность, за маленький флот. Значит, если мы смотрим, что флоты почти одинаковые, у всех большие, допустим, у конкретного скина, то мы переходим на другой, на следующий скин. И проделываем ту же операцию уже с ним. Желательно, конечно, осматривать скины с помощью кнопки «Осмотреть в игре» в самой CS GO, как он выглядит, что он из себя представляет. И, кстати, в следующем видео я, возможно, не буду рассказывать про заработок в Стиме, а расскажу про то, как делать скриншоты, не заходя в игру. То есть мы будем осматривать пушку просто на каком-нибудь сайте. Но для начала я такие сайты, конечно, подберу для вас. И все, это тоже поможет заработать на флоте. Я думаю, вы все поняли. Ищите пушки с близким к нулю флотом, продаете их гораздо дороже, в пределах разумного, конечно. И на эти деньги, вырученные, снова закупаете скины подобные. Вот это все выискивать лично для меня очень интересно, вручную. Очень такой забавный, прикольный способ. Заработать можно, друзья, очень неплохие деньги. Если вам вдруг повезет очень сильно, вы можете просто охрененно с маленьким флотом найти скин. Бывают такие скины, которые можно и по тысяче долларов продать. Ну, это, конечно, только избранным такие скины попадаются. Не рассчитывайте, что у вас прям настолько будет большой заработок. Ну, не меньше пяти тысяч в месяц на нем заработать можно. Я говорю сейчас о рублях российских. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, комментируйте, лайкайте, как обычно. Давайте. Желаю всем заработать за этот месяц тысячу баксов на флоте. Пускай именно тебе попадется скин с охрененно низким флотом. Давай, удачи.